Хонард Гребель Он был, значит, сын Патриции, и у них был дворец, и вот показывайте нам, какой дворец, и Конард Гребель был бестолковым человеком с бестолковой жизнью, умный человек с бестолковой жизнью, он учился в разных университетах разных стран, толком он нигде не выучился, он занимался больше студенческой разгульной жизнью, и только встреча с Цвингли совершенно перевернула его жизнь, и он стал ходить в церковь Цвингли и даже вошёл в кружок избранных. Но это сопровождалось ещё и личным таким его переживанием очень интересным. Конард Гребель, молодой человек, влюбился в одну прекрасную девушку, которую он называл «Моя Вселенная», то есть всё, она его всё, Вселенная. Но когда он женился на ней, привёл её в свой дом, и она столкнулась с его матерью, то вся Вселенная превратилась в источник всяких проблем. Они с матерью не ладили, они старались его на свою сторону каждый перетащить, дома не было мира, и он очень страдал от этого, и не мог найти выхода. Но случилось так, что когда он начал ходить в группу на Цвингли, когда начал читать Писание, когда он уверовал, произошло нечто удивительное. Мне это очень показалось интересным. Проблемы все остались, но он смог подняться над ними. Он перестал метаться между матерью и женой, он нежно любил и ту, и другую. Но это перестало быть источником его страдания. То есть в нём такое реальное изменение внутреннее произошло. Он укреплялся в вере, и он очень скоро стал руководителем этой маленькой группы. Они решали вот какой вопрос. Они понимали, что они встали нос к носу с проблемой перекрещивания. Перекрещивание – одно дело, они так понимают Писание, а Цвингли так понимают Писание. Но крещение – это создание новой церкви. Это выход из имеющейся системы. Это создание новой церкви. Крещение – это членство в новой церкви, какое ещё не было никогда. Нужно было создавать новую церковь, и нужно было подписывать себе смертный приговор. Потому что Государственный городской совет принял решение, зная, что стоят перед вопросом крещения, они уже предупредили это. Кто будет перекрещиваться, он подлежит смертной казни. Потому что это совершенно нарушение всего порядка. Поняли меня, да? Смертная казнь грозила любому, кто будет перекрещиваться. Потому что это выражение недоверия к существующей церкви, всем церквам. Это небывалое. Вы знаете, что все, кто идёт небывалым путём, ну, вспомните, как путь того же Виклифа или Гуса, Савонаролы, первопроходцы, предшественники. Вот они были этими самыми предшественниками. Их называли «метеоры в ночи». Вот так их называли. «Метеоры в ночи». И вот настал 25-й год, когда они собрались, этот кусочек я вам покажу, собрались, как всегда, в квартире Феликса Манса. И один из них, его звали, у него было другое имя, но звали его все «Блау-рок». «Блау-рок» — это голубая, «рок» — это блуза. Голубая блуза, видимо, так одевался. Вот этот «Блау-рок» он был первым, кто встал и сказал. Они, значит, читали Писание, они молились, у них тяжело на душе было, нерешительность, не знают, какое решение принять. И вот этот «Блау-рок», он встал и сказал, «Конрад, умоляю тебя, ради Иисуса Христа, Спасителя нашего, крести меня настоящим христианским евангельским крещением». Тот говорит, «Блау-рок, нам за это смертная казнь определена». Он говорит, «Я повторяю, я молю тебя, я хочу иметь отношение, выпрямленное отношение с моим Спасителем. Я хочу креститься во имя Его, я хочу принадлежать Ему, я хочу открыто это высказать». И Конрад Гребель его крестил. И Конрад Гребель его крестил. Тут не было ни воды, ничего. Он его трижды, во имя Отца и Сына и Святого Духа, его обливанием. И потом тогда Конрад смиренно сказал, «Блау-рок, а теперь я прошу то же самое себя». И в общем, они так... Тот крестил Конрада. В общем, все были крещены. Сколько там их было, человек 15-20. Вы знаете, что? Вот в этот день родилась новая церковь под названием «Свободная». Церковь, которая вышла из католичества, как все реформаторы, но она вышла также и из церкви реформации. Она вышла из-за всякой государственной структуры. Она завершила труд, начатый Лютером. Потому что Лютер остановился пред крещением, не решившись его перешагнуть. Хотя все учение Лютера, вы осознаете это или нет, оно подвело совершенно близко к тому, чтобы отделить эту церковь. Он не решился. Потому что его спасение по вере делает бессмысленным крещение детей. Лютера не крестят детей. И если у тебя учение о спасении по вере, то крещение детей делается бессмысленным. Сознаёте это, да? Вот. Ребёнок не может верить, не верить. Он не в сознательном возрасте. Значит, нужно было отказаться от крещения детей. И надо было перекрещивать людей по вере. Но Лютер не пошёл на это, чтобы не делать слишком большой разрыв с католической церковью. Потому что он хотел быть реформатором, а не начинателем новой церкви. Ну вот так вот. Хотя он стал начинателем новой церкви. В общем, такие вот удивительные вещи. Родилась новая церковь. Характеристика 16 века. Она в этой книге. А? Это какой год? Характеристика 16 века. Ничего не значили ни личность, ни её страдания. Благочестие оценивалось по внешним делам. Лицемерие стало отличительной особенностью этого века. В этом мраке воссияли анабаптисты, как метеоры в ночи. Отделение от церкви было государственной изменой, анархией, богохульством, осквернением. Преследование анабаптистов заняло больше трёх веков. Три века. Их будет преследовать ещё королева Елизавета. Если кто-нибудь читал «Принца и нищего». Там добрые женщины, которые приняли участие в этом, принца, который стал нищим, по-матерински отнеслись к нему. Это были анабаптистские. И он видел потом их, как их сжигали. Единственных добрых людей, которые к ним будут неслить. Ну вот, то есть, это 300 лет этих гонений. Анархия, богохульство, осквернение. Значит, у нас от них не осталось трудов. Но у нас есть собранные свидетельства на судах и предсмертные. Им давали слово предсмертью. И чудесный человек, Джон Фокс, основатель квакерства, сам квакер, собрал книгу мучеников. Я купила эту книгу, она продается. Да? Книга мучеников. Где собраны вот все их свидетельства. И вот доктор Эстеп, профессор Эстеп, он оттуда взял эти свидетельства. Значит, анабаптистов намеренно смешивали со всякими другими течениями, с пророками Цвикау, с рационалистами неверующими, с революционерами, с мятежниками. Намеренное смешение – это вражеская тактика всех времен. Тут мы хорошо знаем. Нас тоже через запятую где-то с мормонами обозначают некоторые. Смешать. Вот корни анабаптистов ищут. Это там вальденцы или францисканцы или богемские братья, но нет подтверждения, что это откуда-то из-за оттуда. Просто влияние писания и на тех, и на других. Вальденцы под влиянием писания отправились проповедовать это писание. Изучая писание, анабаптисты пришли к своим убеждениям. Они потом распространятся по Венгрии, Моравии, Нидерландах. От них возникнут гутериты. Это дальнейшая их история. И их главным богословом будет Балтазар Кубмайер, единственный из них, который оставил некоторые произведения. Три произведения значительных я их назову. Он сказал знаменитые слова «Истина бессмертна». Истина бессмертна. И он говорил «Только вера делает нас святыми перед Богом. Эта вера проявляется в новой жизни и братской любви. Все остальное надо отбросить, как пустое. Свечи, святая вода, пальмовые ветви и прочее. Только те дела хороши, которые Бог велел делать, а зло то, что он запретил. Поэтому отпадают все эти требования, что в какие-то дни не есть рыбы, не есть мяса, чего-то не есть. Все хорошо, что Бог сотворил. Болтатар Губмайер не принадлежал к этому кружку. Это был священник католический, который уверовал, который присоединился к ним, который впервые возникает на этом диспуте в 1923 году, но потом он станет таким единственным богословом их. Я сначала хочу свидетельство их прочитать, сначала историю, потом их свидетельство. История их такая, что если в 1925 году они крестились, то уже в 1927 начнутся казни. и первым, кто будет заключен в Цюрихе, в тюрьму главную, это будет Феликс Манс, этот ремесленник. И к нему будет приходить Цвингли и уговаривать его отказаться от этого своего крещения, вернуться в церковь, его Цвингли, церковь. И простодушный Феликс Манс говорил ему Цвингли, ну ты же нас сам всему этому научил. Мы же с тобой все читали, ты же сам нас подвел к этим месяцам писаниям. Ну, а Цвингли что могу мне сказать? Вы понимаете ли, здесь фактически Цвингли будет убит через несколько лет в войне там Швейцария поделена на кантоны такие. И вот и были католические, причем там самостоятельные, каждый кантон самостоятельный. У них валюта другая, у них обычаи, у них законы другие. Штаты разные, хотя хохотно Швейцария. Но и вот католические кантоны пошли против протестантских кантонов, война, и он был в первой же битве убит в 1931 году. И у нас нету цвинглианства, у нас будет кальвинизм. Понимаете как? То есть это какое-то историческое возмездие. Вот так я могу рассматривать. Потому что от того, что стал на сторону городского совета, он должен был разделять осуждение против своих учеников и пойти против них Феликс Эманса ему связали ноги и ему утопили. Их либо преимущественно топили, если ты хотел перекрещиваться на тебе вдоволь воды, или же их зажигали. Каждого из них для устрашения вначале долго пытали. Все пытки, которым подвергали их, публично объявляли, чуть не на улице кричали, чтобы устрашить других, чтобы никто не следовал им. И действие было совершенно обратное. А на апптизм распространялся как пламя. Каждый крещеный крестил других. Потому что люди понимали, так Бог говорит, так Бог говорит, все, нету вопросов обсуждения. Кровь мучеников семьи евангелевых. Кровь мучеников. И вот это был первый мученик юноша Феликс Манс. Неженатый, только с мамой жил, лет 27 было. Ну и затем каждый из них мученической смертью погиб. И каждый перед смертью сказал слово свое. Поддержите ТВ-семинари молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv-семинари точка ком. Ну послушайте-ка. Я буду славить в моем сердце Твое святое имя. Всегда буду провозглашать благодать, которую я испытал. Умоляю Тебя Боже от имени всех Твоих детей сохрани всех от врага душ. Вот от врага душ сохрани. А палачи это люди. Я не буду строить на плоти, потому что она проходит, она не вечно, но я буду уповать на Твое слово. Скоро наш конец, благословенный Господь, дай нам донести крест до назначенного места и сам склонись к нам в милости, чтобы мы могли предать наши души в Твои руки. И он обратился к нечестивым, к палачам. А вы, сыны человеческие, оставьте свои грехи, верьте во Христа, будьте крещены по вере и послушны Евангелию. Оставьте свою жестокость, слепоту, болезни, нечестие. У вас есть врач, который может исцелить все ваши слабости и сделает это даром. Это тем, кто его казнит. Самый лучший свидетель о нем фильм Михаил Сэтлер или Сатлер. Он пришел из лютеранства, из монашества. Его защита на суде. Что Бог сделал, то хорошо, и это нельзя отвергать. Но что Папа со своими епископами, монахами и священниками улучшили, сделанные Богом, это мы отвергаем, потому что Папа никогда ничего не улучшил. Мы никогда не бесчестили Божью Матерь, их обвиняли, что они не почитают Марию. Потому что именно она имела честь дать родиться Спасителю в мир. Но что она посредник и кадатый, об этом неизвестно в Писании. Что до святых, то мы, живущие и верующие, мы и есть святые. Кто умер в вере, того мы считаем блаженным и благословенным. И пусть никто не крадет от вас основания, которые положены словом Писания, запечатаны крови Христа и многих свидетелей Иисуса. Господь скоро, видимо, позовет меня к себе. Поэтому будьте осторожны, берегитесь лже-братьев, молитесь за всех, кто в узах, Бог со всеми вами. И он оставил единственный документ, вот у меня на этом лисочке написано, зелененьком. В местечке Шлайтхайм, поскольку их преследовали, они нашли деревушку глухую. В этой глухой деревушке отдельно стоящий какой-то там сарай для сена. И там собрались анабахтисты, и он набросал их исповедание веры. И вот оно так называется Шлайтхаймское определение. Об этом тоже в этом фильме вы увидите, как они собрались, и как туда пришел этот Михаил Сатлер, и как чувствует себя, как дома, все свои братья, он там что-то шутит. Он понимает, после того, как он ушел из монашества, то он стал красильщиком, красит ткани. И вот он принес ткань, где он показывает, видите, вот одна нить плохая. Когда покрасил, видно, она обнаружилась, гнилая какая-то нить. И все уже полотно негодно. Это когда мы пытаемся человеческим трудом спасение добыть, которое нам только Бог дает. Мы только портим эту ткань, ткань делается негодно. В общем, такая у него наглядная проповедь была. Он женился тоже, об этом тоже показана их любовь. Но в его шлатхамском соглашении столь ясно изложено крещение и хлевопреломление, что в них не осталось ни тени, таинства, ни возможности для таинства. Зато от анабартистов до нас дошло ученичество. Они твердо понимали, что ты, приняв крещение, ты становишься учеником, ты идешь по следам Христа. Всемогущий вечный Бог перед казнью, ты есть путь и истина. Так как мне не показали мои ошибки, я с твоей помощью буду свидетельствовать сегодня об истине и скреплю это свидетельство своей кровью. Отец, я предаю дух мою в твои руки. Вы понимаете, что он отказался от всякого адвоката, потому что защита верующего это дело верующего. Какой адвокат может веру защищать? Ты сам говоришь за себя. Поэтому отказался от адвоката на суде. И о его казни громогласно было объявлено, что будут там мясо вырывать, как подзать, как выбивать, как. Ну это страшная картина, но вы увидите это. Самое потрясающее было то, в фильме это не показано, но свидетельства говорят о том, что у них была договоренность, когда его обезображенное измученное тело сжигали на огне, что из огня он поднял руку двумя пальцами, что боль переносима, не бойтесь. Не бойтесь, все переносимо. Понимаете как? Ободрение всем, кто видел и смотрел. И в эти минуты он думал о своих братах остающихся. Лидер он, руководитель и ответственен за тех, кто остается. И вот это вот два пальца поднятых. Не бойтесь, братья, все можно принести. Вот, значит, ученичество вот от них. Шлатхамское вероисповедание, свободная церковь. Понятно, что это значит, да? Крещение взрослых, а вечеря только для крещеных. Отлучение как воспитательное средство. Нет использования меча, нет клятвы. Жизнь посвященная, жизнь освящения и ученичества. вот это 1527 год, шлайдхамское вероисповедание. Шлайдхамское это слово надо запомнить. ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. ТВ-семинарии. Субтитры создавал DimaTorzok